добро пожаловать на канал чудесный огород уважаемые друзья и гости канала сегодня мы поговорим о правильном поливе рассады томатов перцев и баклажанов освежим в памяти простые правила полива конечно информация больше будет полезна для начинающих огородников для полива всех овощей на подоконнике используем отстоянную воду конечно идеальная вода для полива рассады талая или дождевая но у городского жителя такой возможности нет воду для полива отстаиваем от 1 до двух суток чтобы хлор успел улетучиться оптимальная температура воды для полива рассады плюс 20-25 градусов если температура воды ниже нормы ее стоит подогреть но кипятить не стоит полив холодной водой может пагубно сказаться на развитие молодых сеянцев и даже послужить заболеванию как черная ножка томаты любят щедрый но редкий полив но щедрый это не значит что растение нужно заливать просто земляной ком должен быть хорошо смочен это правило больше относится уже к более взрослой рассаде томатов молодые сеянцы стараемся поливать по краю емкости особенно если у вас квартире не очень тепло чтобы на растение не напала черная ножка помидоры любят сухой и жаркий климат если у вас на подоконнике прохладно то после полива на три-четыре часа растение лучше поставить теплое место чтобы они легче усвоили воду не будет ничего страшного если почва под томатами постоит один-два дня подсушены это даже пойдет растением на пользу частые поливы рассады томатов провоцируют ее на нежелательный рост перцы по сравнению с томатами более чувствительны к пересыханию земляного кома поэтому следим чтобы почва под перцами не пересыхала и была слегка влажной чтобы проверить пришло ли время полива нам нужно взять тоненькую деревянную сухую палочку и ставить ее в край емкости делаем это осторожно чтобы не повредить корневую систему заглубляем палочку до середины посадочной емкости после ее вынимаем если палочка сухая то пришло время полить растение если нет значит полив откладываем при этом верхний слой почвы можно аккуратно прорыхлить делать это глубоко не стоит так как у перцев поверхностная корневая система можем ее травмировать рыхление это сухой полив прекрасная альтернатива основному поливу для всех культур но не стоит забывать что рыхление заменит основной полив всего на один-два дня перчики примерно поливаем от одного до двух раз в неделю все зависит от климата в квартире и места где растут растения позволю себе еще раз напомнить у перчиков поверхностная корневая система как сильное пересыхание так и сильное переувлажнение для нее не пойдет на пользу нужны умеренные поливы как я уже говорила в предыдущих видео перец любит легкое и мелкое опрыскивание из пульверизатора особенно если вашей квартире очень сухой воздух перейдем к баклажанам баклажаны очень теплолюбивые растения хотя из трех культур принято считать что перец больше всего требователен к поливу но для рассады баклажанов полив играет немаловажную роль для хорошего развития это связано с тем что в рассадный период они употребляют много влаги площадь листьев баклажанов два раза больше чем у перцев и томатов и соответственно из испарения выше тем более если в квартире сухой воздух при поливе с баклажанами как и с перцем ищем золотую середину почва должна быть влажной но не у перевлажненной также посадочные емкости для выращивания рассады баклажанов должны быть просторными чтобы земляной ком быстро не пересыхал уважаемые зрители хочу поделиться с вами своими личными наблюдениями окна на которые у нас растет рассады баклажанов солнечные и в более теплые дни солнышко светит ярко от этого нагреваются стекла также радиатор отопления делает свое дело и вот когда была пик солнца я стала замечать что у взрослых растений баклажанов слегка поникают листики при всем при том что почва под растениями влажная меня этот факт стал настораживать но поливать растения я не стала позволила себе понаблюдать когда солнышко перестало ярко светить и температура начала на подоконнике снижаться у баклажанов листики поднялись повеселели и вернулись к своему естественному состоянию так что такие наблюдения пошли мне только на пользу не всегда легкое паникание листьев у баклажанов свидетельствуют о недостатке влаги это южное растение баклажан к нам пришел из юго-восточной азии где более влажный климат и растение особым образом реагирует на избыток солнышка и тепла делаем вывод из наблюдения не стоит торопиться с поливом а стоит понаблюдать любую рассаду лучше поливать утром в принципе вечерний полив не критичен но утренний полив предпочтителем так как рассада в ночное время уходит на покой и не так активно впитывает влагу у нее замедляются все процессы также очень важно не забывать о балансе полива и света при поливе растений очень необходимо достаточно света или в противном случае растение будет вытягиваться при поливе воду можно добавлять такие препараты фитоспорин или гуматы так как почва в посадочных емкостей от постоянных поливов может закисляться гуматы помогут восстановить структуру почвы например препарат гумат плюс 7 в этом препарате нет азота очень хороший состав микроэлементов также его можно чередовать со слабым раствором фитоспорина уважаемые зрители недостаток влаги как и переизбыток покупно влияет на растение если соблюдать нормы полива тепловой и световой режим для растений то можно вырастить хорошую крепкую и здоровую рассаду уважаемые зрители на сегодня все спасибо вам большое за внимание если вам понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующие видео жмите на колокольчик а я желаю вам всего самого замечательного весеннего настроения крепкого здоровья и здоровой рассады до новых встреч пока пока